Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Мы начинаем очередную, уже 60-ю подсчёту передачу в рамках программы «Конституция. Мы» в студии автор и ведущий Ким Кимен Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России. И сегодня гость в студии народный депутат Республики Сахая-Якутия, 2-го, 3-го, 4-го СОЗОВов, заслуженный работник народного хозяйства Республики Сахая-Якутия, заслуженный работник социальной защиты Российской Федерации, кандидат технических наук, доцент Альбина Иннокентиевна Поясеева. И нам сегодня будут помогать режиссёры Николай Слепцов и Мария Новгородова. Итак, мы начинаем нашу очередную передачу. Тема сегодняшней передачи – это значимость года педагога и наставника в Российской Федерации, объявленного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, а также года труда в Республике Сахая-Якутия, объявленного главой Республики Сахая-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым. Альбина Кетинова, добрый день, рад вас приветствовать. Ну, я выражаю вам слова искреннего уважения и признательности за всё то, что вы сделали и делаете для Республики Сахая-Якутия. Ну, начнём с ваших молодых лет. Вот вчера мы праздновали День Российской Науки, а вообще мы находимся на этапе десятилетия науки и технологий, объявленного президентом страны. Что для вас наука и высшая школа? Ведь вы начинали свою работу с инженерно-технического факультета, где прошли большой путь, были заведующим кафедрой, заместителем декана. Пожалуйста, расскажите. Спасибо. Добрый день. Я, прежде чем начать разговор, хотела бы поздравить всех с Днём Российской Науки, который вчера прошёл, своих и бывших коллег, и молодёжь, которая сегодня вступает в науку этим прекрасным праздником. И хотела бы ещё напомнить, что у нас завтра тоже очень замечательный день. Это 85-летие первого академика из народа Саха Владимира Петровича Лорионова. И как раз в разговоре о наставничестве и так далее, я думаю, мы коснёмся личности Владимира Петровича. А что касается вопроса именно наставничества, на каждом этапе, конечно, бывают наставники. Если вспоминать детское время, то это особенно в летнее время, когда работаешь в колхозе, когда помогаешь там, то это и бригадиры, или опытные работники, наставники. Но самым главным наставником жизни, конечно, я считаю свою мать. На всех этапах своей жизни. Ну а потом, вот, наставники, это в каждом трудовом коллективе есть лидеры. Они не обязательно руководители, но бывают очень таким значимым, что ли, для тебя человеком. И, например, вот науки, личность Владимира Петровича Лорионова, он наставник для многих якутян, и не только тогда, когда он был жив, и сейчас он. Его имя тоже созвучно с наставничеством. Его ученики везде гордятся. Это самые продвинутые в то время молодёжь, которых поддерживал, подталкивал Владимир Петрович. А сегодня научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее» и его имени тоже является, ну, как бы призывающим в мир науки. А когда команды приезжают в Москву на финальный этап МВТУ имени Баумана, наши ребята с гордостью проходят по галерее знаменитых выпускников МВТУ, где Владимир Петрович Лорионов, академик, сидит рядом с Сергеем Павловичем Королёвым, но и многими-многими учёными, о которых мы только и читали. Там не так уж и много, значит, портретов. Лучшие из лучших. Лучшие из лучших. Это с мировым именем. Вот я это тоже считаю наставничеством. А когда начала работать в университете, это, вы знаете, Ариан Ильич Кузьмин. Да, легендарный. Легендарный. Вот он ректор. Он был очень хорошим наставником. Особенно для молодежи. Он нас принимал, он нас поддерживал, выслушивал, собирал. И действительно, он был очень хорошим наставником. А на мою долю, вот, в качестве руководителей, в общем-то, были все имена такие. В университете Кузьмин Ариан Ильич и Андреев Василий Сергеевич. Значит, в городе это Борисов Спартак Степанович, Михальчук Илья Филиппович. Ну, а если в правительстве, то я горжусь тем, что работала в команде первого президента, тогда еще председателя Верховного Совета Якутской СССР. И Штуров, значит, ну, так можно перечислить, и к ним можно и добавить всех председателей. Вот, трех созвак, когда я была депутатом, то они были наставниками. Ну, и в общественной работе наставники. Я с университета, вот, отработав 19 лет, дослужившись до кандидата наук, до доцента, вдруг резко поменяла свою трудовую деятельность и перешла на государственную службу. Это тоже с подачи моих наставниц по жизни, моих старших подруг, Секлетея Алексеевны Курчатовой, Нины Иннокентьевны Протопоповой, ну, и других. И я, когда была молодой, довольно далека была вообще-то от женских проблем, и не могла считать себя активисткой женского движения. Я просто, как человек активной жизненной позиции, видимо, и в спорте, и в работе. Ну, они меня заприметили и приблизили к себе, и за руку, скажем так, долго меня вели рядом с собой. Замечательно. Вот вы, спортсменка, я знаю, что вы неоднократная победительница республиканских турниров, различных зональных по Дальнему Востоку играли в период, когда и братья Дагаватуровы блистали, представляли свой родной Чуропчинский УЛУС в том числе. А вот вы сказали, вот именно при общении женскому движению. Я помню, в 90-м году мы в апреле месяце впервые провели альтернативные выборы народных депутатов России и народных депутатов Якутии. Я помню, что вы баллотировались, и это был, на мой взгляд, достаточно успешный дебют, хотя вы и не победили, поскольку в этом округе очень хорошие позиции были у Юрия Николаевича Савинова, который возглавлял северные электрические сети, ну, и у него серьезная команда. Но в то же время вот не бывает побед без поражений. Вот как вы считаете, тот период, что он заложил в вас? Ну, вот как раз я подвела к тому, что меня, значит, за руку ввели мои старшие наставницы, и рядом с ними были руководители женщины республик. Та же Александра Яковлевна Овчинникова, Анастасия Петровна Данилова, но и многие-многие другие. И они очень серьезно подходили к вопросу поддержки женского движения, женской инициативы, поддержки семей с детьми. Все эти проблемы, значит, они не просто так, ну, скажем, всегда эти проблемы были. Они это принимали и очень конкретно, результативно работали. Вспоминали потом некоторые мужчины, коллеги, депутаты, что каждый руководитель, министр тех времен боялся и очень не хотел быть приглашенным на президиум, на встречу с женским, республиканским женсоветом. Так вот, они не просто, естественно, говорили, искали пути решения, и на эти выборы выдвинули меня. Я еще работала в университете, а выборы проходили в декабре, в конце декабря, в рабочем городке, ну, микрорайон, рабочий городок, да, заселялся тогда. Там нет никаких общественных таких центров, где бы собрать народ, встречаться же, да? И мы в подъездах встречались. На улице ты не встретишься же, да? Вот, таким образом прошло мое первое крещение, но программу действительно очень хорошую помогли составить именно женская вот общественность, республиканский женсовет. И я с этой программой довольно много голосов тогда я набрала, да? Но от того, что проиграла, конечно, не отчаивалась. Но, безусловно, вот как итог, в сентябре вас пригласил Михаил Ефимович Николаев, предложил вам должность заведующего отдела по делам женщины и семьи. Вот вы как на это согласились? Это было осенью. Вдруг мне сказали, что вас приглашает, зовет председатель Верховного Совета. Я-то не партийной системе, ну, нигде не работала же, да? Не знаю. Пришла, и он очень, так это по-доброму, очень степенно со мной побеседовал. Он, оказывается, был знаком с нашей программой и сказал, флаг вам в руки, реализовывайте. Сегодня вот на первый этап выходит именно воспитание молодого поколения, поддержка семей и поддержка многодетных семей. И утвердил меня, значит, вот заведующим отделом. Я проработала, скажем так, очень продуктивно. Хотя отдел назывался отдел женщин. Там помогали, беседовали, обсуждали эти вопросы все. И Мигалкин Афанасий Васильевич, депутат того СОЗОВа, Афанасий Петрович Ларионов, Прокопьев. Вот очень многие принимали участие. И как результат, значит, Михаил Ефимович, в 91-м году, в марте. Да, мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Это здесь принято на две минуты. Мы после этого продолжим. Еще раз добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. У нас вот такой формат, мультиплекс. Нас видят и нас слушают, в том числе в оленеводческих садах, коневоды, охотники. Ну и у нас в студии Альбина Иннокентиевна Поисеева, легендарная женщина, политик. Вот, Альбина Иннокентиевна, вот мы в первом этапе нашего разговора говорили о том, что вот вас пригласили в аппарат Верховного Совета по делам семьи, женщины и семьи. Вот какие вы приоритеты расставили и какие были достижения вот в этой работе? Ну, 90-е годы, все мы знаем, очень тяжелое экономическое положение было по стране, а многодетные еще больше, конечно, испытывали трудности. Ну и надо было думать далеко наперед о демографии, особенно народа Саха, малочисленных народов. По итогам переписи 89-го года мы проанализировали и все это представили председателю Михаилу Ефимовичу Николаеву. И он уже в марте месяце, я думаю, первый раз, наверное, такой руководитель республики выступил именно по вопросам улучшения положения женщин, семей с детьми, проживающих на селе. Для этого было много собрано материала и был принят Верховным Советом, депутатами, очень обширный документ, начиная с рождения детей, ребенка, отпуск по уходам, пособия. Ну, много в этих, значит, в этом документе было. И сразу могу сказать, что все депутаты очень активно поддержали, и этот документ получил и до сих пор получает свое развитие. В чем это проявляется? Вот я помню, Михаил Ефимович первым в России объявил День матери. Ага. Вот Михаил Ефимович стал президентом, и один из первых документов тоже стал указ о поддержке семей с детьми. И в том числе в 93-м году, в 92-м году он издал указ большой, обширный. Вот то, что в Верховном Совете было принято, он его еще расширил, еще углубил. И этот указ до сих пор население, старшее поколение, матери, помнят. Указ называется «90» от 5 марта 1992 года. И в дальнейшем он учредил первым, наш регион учредил День матери. В России этот день был учрежден спустя 6 лет. И что это дало, да? Это дало, Михаил Ефимович всегда нам тоже говорил, мы должны воспитать в своих детях, в первую очередь, культ трех величин. Первое – это знание книга, второе – это экология, окружающий мир, а третье, самое главное – это культ матери. И по этим направлениям проводились в нашей республике много мероприятий. И Михаил Ефимович, чтобы с детства именно привить детям ощущение того, что у нас развитые дети, что наши дети ничуть не отстают ни от зарубежных детей, ни от российских детей, он поручил нам организовывать выезды больших делегаций детей за рубеж. Так мы в Швейцарию выезжали с целым самолетом, а в Париже вообще сто с лишним детей с концертом и с таким успехом. Ну и вы, наверное, помните, много коллективов разных, танцевальных, певцов, выезжали в разные страны. И они воочию увидели, что они совершенно даже не отстают от тех детей зарубежных стран, на которых мы смотрели, ой, какие все там умные, все красивые живут. И даже почувствовали, что они во многих направлениях их перщеголяли. И это, я считаю, как раз послужило той базой, той основой, от которого вот наши дети 80-х, 90-х годов, отталкиваясь сегодня, они выросли очень продвинутыми, очень образованными людьми. И вообще-то вот эти дети, ну, сегодня и за рубежом много работают, и не только по науке, но и по культуре. Вот. А то, что сделал Михаил Ефимович, кроме, значит, вот Дня матери, это открытие школы музыки. Высшая школа музыки. Высшая школа музыки как раз в 93-м году. Мы сегодня все гордимся виртуозами нашими, Якутией, да, скрипачами. А вот сейчас певцы пошли какие, тоже мощные, да. И он построил центр охраны материнства детства наряду с медицинским центром. Да, да. Помнят, наверное, тоже старшее поколение, как ругали, вот, деньги транжирят. Но ведь сегодня, я думаю, нет ни одного человека, который, семьи, то есть, который бы не вспоминал с благодарностью эти учреждения. Да. Ведь многим здоровье помогло подправить, укрепить. Альбина Кентиновна, я вот немножко вас прерву. Почему? Потому что, я думаю, вот та работа, которую вы начали в Верховном Совете, потом же была переформатирована уже на более высоком уровне. Вам предложили должность заместителя, председателя правительства республики. Вы курировали социальный блок. Пожалуйста, расскажите об этом периоде времени. Я помню, вы в то время инициировали проведение Года молодёжи, да? Очень такие интересные годы. Вот переформатировался отдел, в первую очередь. Создали в республике комитет по делам семьи и демографической политики. И этот комитет очень успешно, результативно работал в нашей республике. Под руководством Бажидонова и Анастасии Николаевны. Первый председатель этого комитета она. Ну, последующим, там, Сергучёв Алексей. Пахомов Александр Алексеевич. Ну, и другие, да? Поэтому вот это первое форматирование, переформатирование на более такое. А меня он пригласил, значит, заместителем председателя правительства, когда Штуров Вячеслав Анатольевич был председателем правительства. И мы 92-й, 94-й год объявили Годом Семьи. Тогда ещё вот такого тоже не было. Мы почти первыми, как говорится, у себя в республике объявили. И там, значит, ипотечные кредитования, то, что сейчас модно, мы тогда ввели. И при этом, при рождении каждого ребёнка, значит, определённая сумма снималась. А, через Билибанк? Ну, было и так. А в Билибанке мы открывали счета школьникам. А вот ипотечные, значит, один ребёнок после получения кредита, значит, родился. 25% снимали, второй 50%. А если они вообще в течение трёх лет заселялись, то все 75% всё снималось. Потом, конечно, потухло, и сейчас вот подходят опять к этому... Новой системе. Новой системе. Ага, ипотечные. А всё новое чуть-чуть забытое ставит. Да. Это говорит о том, что в нашей республике этими вопросами занимались очень капитально. И продвигали, ну, ни на кого не глядя, не оглядываясь, именно исходя из жизни. А что касается вопроса насчёт молодёжной политики, мы 95-й год объявили годом молодёжи, провели, значит, первый съезд молодёжных организаций и дали поручение разработать концепцию молодёжной политики. Потом, в 98-м, кажется, году мы приняли уже в виде закона о молодёжи республики Сакая-Якутия, Вилтумэне, Второго Сузова. Но сейчас уже третий, четвёртый съезд, и по годам тоже поэтапно вот эта политика продолжается. У нас есть министерство отдельное. Были периоды, когда они со спортом вместе были, сейчас спорт отделили и сделали социальную коммуникацию. Ну, как раз вот Владимир Владимирович Путин недавно говорил о необходимости усиления работы именно по молодёжной политике. А в нашей республике вот эта работа с тех пор, в том числе под вашим руководством, начиналась, усиливалась и сегодня продолжается. Вот давайте мы вспомним тот период времени, когда вы были одним из руководителей столицы республики. Работали со спортом Степановичем Борисовым, с Ильёй Филипповичем Мехачаком, курировая социальную сферу. Вот из того периода, вкратце расскажите, у нас не так много времени, поэтому... Значит, я была заместителем главы и начальником управления социальных проблем города. В городе, ну, те времена, 90-е годы, когда вместо денег, помните, бумажные талоны выдавали, да, были такие сложные, трудные ситуации, но, естественно, это в первую очередь отражалось на малоимущих, на наших многодетных семей, на ветеранов, на инвалидов. И наше управление социальных проблем порой напоминало, вот, особенно период наводнения и так далее, чуть ли не Смольный. Мы там ночевали. Да, да. Мы там ночевали, чтобы в случае чего этих пострадавших туда-сюда разместить, ну, и список, чтобы срочно составить, чтобы помощь получить и так далее. Вот это самое такое было. Ну, и сам просто скажу, я такое, чтобы люди поняли. Было очень трудно. Ну, к нам подошли люди, у которых родственник умер. Помогайте хранить. У нас ни денег, ни материи, ни чего нет. Вот подождите, через неделю будет. Вот такие были моменты. И так, правда, это было зимой, поэтому более-менее так выходили. Ну, и социальная служба, многодетные семьи, общественные организации, мы все сообща работали. И добились, в общем-то, именно, в первую очередь, стабилизации среди населения. Тогда было очень много ветеранов. Мы сейчас прорвемся ненадолго, а потом продолжим нашу интересную беседу. Ещё раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. Сегодня у нас в гостях Альбина Кентин-Поисеева. Человек, который проработал на многих высоких должностях, в том числе заместителем председателя правительства, народным депутатом в течение трёх срок. Альбина Кентин-Поисеева, вот вы рассказывали о своей деятельности по развитию социальной службы в столице республики. Я помню, в те времена как раз я был председателем городского собрания депутатов. Поэтому тогда выстраивалась особая система социальной защиты населения города Якутска. Ну и, конечно, я вот хотел бы особо выделить тот период работы, когда вы от, будем говорить, местного, республиканского уровня перешли на федеральный уровень. И возглавили наше якутское отделение Пенсионного фонда Российской Федерации на протяжении достаточно длительного времени. Я помню, что вы приглашали меня на ввод здания, нового здания пенсионной службы на улице Чернышевского. Вот, пожалуйста, расскажите о том периоде, каковы были взаимоотношения с Пенсионным фондом Российской Федерации, и много внимания вами уделялось развитию материально-технической базы пенсионной службы в республике Саха-Якутия. Ну, вы знаете, что до 2000 года у нас в республике был департамент пенсионной службы республики Саха-Якутия, и как бы сами у себя аккумулировали эти пенсионные взносы, и сами и по своим законам, и по федеральным законам, российским законам, пенсию своевременно, совершенно без задержки выплачивали. Выплачивали и продуктами питания вместо пенсии, ну, по выбору такие были, да. Вот, но с приходом нового руководителя Пенсионного фонда Российской Федерации, и вообще со сменой президента, да, то есть прошел период, забирайте, значит, суверенитета сколько хотите, это ушло, и всех нас стали выстраивать в единую систему, в зовскую вертикаль, да. И в том числе пенсионный фонд. Ну, когда приехала сюда комиссия, они типа обнаружили уйму отклонений туда-сюда, то, что непричастно, неподвластно и не следовало Пенсионному фонду делать, это по нашим законам и так далее. И я попала в очень сложный период, период реформы пенсионной службы, период вклинивания нашего департамента в российскую систему. И я с таким тяжелым сердцем каждый раз ездила в Москву получать втык. Очень долго, но года два-три, все время нас ставили в негативном плане, как пример. А вот Якутии то, они вот это сделали, там у них пенсионеры не получали пенсии месяцами, они всю ночь напролет сжигали костры, это в ожидании пенсии и так далее. А мы тут в это время то-сё. И нас не включали ни в какие эти соревнования, смотры, как других отделений пенсионной службы. Я, как говорится, закалилась в этом плане, и стали мы бороться за каждую позицию. И к концу, просто я перескакиваю всё-таки, да, к концу моей службы, это к 2011 году, а начиная с 2009 года мы стали лучшим отделением по Дальневосточному федеральному округу. И сегодня могу ещё напомнить, в 2005 году мы всё-таки добились того, чтобы к базовой части нашей пенсии применяли районный ковцен. Правда, не 1,7, 1,7 не был утверждён Россией, да, а 1,4 был утверждён. Поэтому хоть 1,4 стали применяться к базовой части нашей пенсии, и мы добились, в общем-то, увеличения пенсии каждому. Он немножко прошёл такой, это был период спора неренгринских пенсионеров за более большие пенсии. Судебные тяжбы были. Да, судебные тяжбы, через всё это прошли, да. Но видят, что мы очень стараемся, видят, что отделение готово и дальше развиваться, и стали доказывать, что у нас база недостаточная. И тут помогло то, что я, в общем-то, по специальности инженер-строитель, и мы стали получать деньги на строительство. Построили здесь, в Якутске, построили в районах, очень хорошие ремонты сделали в существующих зданиях. И самое главное, мы первыми, наверное, из всех служб федеральных даже и республиканских обеспечили вычислительной техникой. Наши специалисты, все самые передовые, и сегодня база пенсионной службы дополняет и статистику. И сейчас вот объединили большой социальный фонд с 1 января. Да, объединение. Объединение. И многие выплаты очень оперативно, очень точно проходят через... Единую систему. Единую систему. И вот создание единой системы, это персонифицированный учёт называется, мы в 2011 году, наше отделение было признано самым лучшим отделением по Российской Федерации. Я очень горжусь, я этим довольна. Я вот боюсь, что у нас совсем мало времени остаётся, поэтому я бы хотел задать вопрос. Вот вы три созова были народным депутатом республики. Пожалуйста, расскажите о том интереснейшем периоде времени для развития государственной всей республики. Пожалуйста. Ну, я была активным депутатом, и все те законы, все те изменения, которые внедряли в жизнь, значит, наш Илтумен, государственное собрание, становление его, естественно, проходило и при моём активном участии. Правда, исторически ещё один такой случай есть, но это закалило меня. Взяли, отстранили меня, не то что отстранили, а это сняли, что ли, да? Лишили мандата. Лишили мандата, да, депутата. Но я добилась через Верховный суд Российской Федерации, через закон добилась, чтобы меня восстановили депутаты. Это всё закаляет именно поиски правды, поиски именно... Если ты себя чувствуешь, что на правильном пути, не отчаивайся, не тушуйся, не плачь, а иди и добивайся во всём. И вот Пенсионный фонд тоже самая была, работа моя, и здесь в депутатстве тоже. Ну, а что касается депутатства, моё депутатство, я... Ну, и другие, в общем-то, скажут, что мы принимали очень активное участие, тем более я была одномандатным депутатом, и проходили наши выборы в самых последних числах декабря. Это весь декабрь, страшные морозы. Да, да. Весь Чуропчинский район. И даже часть Таттинского района дважды была избрана. Вот я благодарна всем им, и всеми силами пыталась оправдать их доверие. Ну, а третий СОЗОП, третий СОЗОП – это аграрная партия. Тоже первыми мы прошли, значит, в госсобрании. Это история, и это и есть, как говорится, надежда на нас и уверенность в том, что мы их интересы будем отстаивать. Что и мы делали. Вот вспомним, значит, буквально позавчера отмечали 63-е Нюргун Семеновича Тимофеева. Вот вы тоже в третьем СОЗОПе под его руководством работали. Пожалуйста, расскажите об этом периоде. Мы позавчера ездили в Намцы, и там открыли очень хороший памятник Тимофееву Нюргуну Семеновичу. Очень много народу приехало, собралось в новом культурном центре, значит, построенном в селе Намцы. И спортивному комплексу большому тоже присвоили имя, значит, Нюргун Семенович. Да, это республиканская детская спортивная школа Олимпийского резерва, да, присвоено имя Нюргун Семеновича. И да, вот где памятник, это целый сквер. Сквер, и памятник выполнен очень хорошо, в такой динамике, впереди идущий, ветер прямо развивается, все это чувствуется, да. И Нюргун Семенович и в жизни был такой молодой, продвинутый, интеллигент, именно представитель новой формации. Представитель технической интеллигенции. Технической интеллигенции. И представитель, именно ученик Владимира Петровича Ларионова. Он кандидат технических наук. Кандидат технических наук. Да. А до этого он нигде вроде бы в системе не работал, я имею в виду партийной системе, вот эти не проходил, но как он сразу влился в госсобрание, у нас там очень авторитетные, очень такие опытные депутаты были. И он сумел создать такую атмосферу согласия, взаимоуважения. Он выслушивал всех и на сессиях. Люди приходили очень с таким чувством, что его услышат, его поддержат. И в этом заслуга Нергона Семеновича Тимофеева. Альбина Китина, я вообще хотел бы вас искренне поблагодарить за то, что вы сегодня пришли к нам в гости, рассказали об очень интересных периодах развития государственности. И 2023 год для нас тоже очень ответственный, потому что у нас будут выборы народных депутатов, выборы главы республики Саха-Якутия. И, конечно же, мы хотели бы, чтобы мы все объединились, объединили свои усилия, как вы говорите, чтобы приходили люди, готовые работать и служить своей родной республике. Поэтому я вас искренне благодарю и хочу пожелать вам здоровья. И год труда пусть у нас пройдет успешно на вашем примере, на достойном вашем примере.